Здравствуйте, люди бодрые! Меня зовут Александр, вы на канале Lucky Life. Я живу в Турции и рассказываю, как здесь можно обустроиться, получить ВНЖ, открыть счет в банке и, в общем-то, жить полноценной жизнью. Ну а сегодня будет достаточно короткое видео, но, на мой взгляд, очень важное. Оказывается, все еще многие не знают и не умеют пользоваться ВПН и почему-то продолжают это игнорировать, хотя ВПН уже становится жизненно необходимым инструментом, где бы вы ни находились. Так, к примеру, в России, благодаря ВПН, вы можете пользоваться всеми благами интернета, в том числе Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn и тому подобное. А находясь за границей, с недавних пор тоже требуется ВПН для того, чтобы банально зайти в личный кабинет своего Сбербанка, либо Росбанка. И также, кстати, другие ресурсы оказываются против того, что вы находитесь за границей. Ну что ж, есть проблема, есть решение. Нам нужен ВПН. Само собой, все мы хотим сэкономить. Поэтому я вам сегодня открою маленький секретик. Есть абсолютно бесплатный, честный, надежный, безопасный, быстрый, хороший ВПН. Ребята просто красавчики. Если вам это видео будет полезным, обязательно поставьте мне лайк, сделайте репост, поделитесь с друзьями, напишите комментарии. Спасибо, пожалуйста, в общем. И когда вы будете пользоваться этим ресурсом, тоже задонатьте ребятам, разработчикам какую-нибудь денежку. Им будет очень приятно, ведь они реально делают полезное дело. Итак, ВПН называется WireGuard. Его можно установить как на ноутбук, так и на компьютер, и на телефон, смартфон, Android, iOS, без разницы. Я вам сейчас покажу пример, как это все работает на iOS. Итак, скачаем WireGuard. Вот такой вот у них логотипчик. Заходим в WireGuard. И здесь нам нужно будет установить конфигурацию. Обычно у многих именно с этим и бывают какие-то трудности. Сейчас я покажу, как это все легко делается. Итак, дальше нам потребуется для установки конфигурации Telegram. Телеграм. И в Телеграме в поиске мы пишем FineVpn. Вот он у меня сразу сверху высветился. Заходим в FineVpn. Далее в FineVpn мы нажимаем на... Ну вот, начнем с самого начала. Нажимаем на меню. Старт. Окей. Пошло дело. Выбираем язык. Нам сейчас удобно. Русский, да? Окей. Получить услугу. Дальше. Выбираем страну. Допустим, если вы находитесь в России, и вам нужно зайти в Instagram, значит, вам понадобится какая-нибудь зарубежная страна. Давайте выберем, просто ради интереса даже, Япония. Пошла загрузочка. Сейчас серверы нам поступят данные. Вот, смотрите, данные поступили. Опускаемся вниз. Здесь скачать клиент. Варкварт он у нас уже скачен. Дальше. Для установки конфигурации у нас будет два варианта. Либо мы по QR-коду их скачаем автоматически. Либо скачиваем конфигурацию в виде файла, либо прописываем все вручную. Но это для любителей прекрасного. Самый простой вариант, само собой, это просто QR-код. Поэтому, что мы делаем дальше? Мы берем наш смартфон, нажимаем на плюсик. Так, плюсик, да, нажали. Вот, сейчас, секундочку. Вот. Скачать, а, создать из QR-кода. Наводим телефон на... Ага, QR-код. Все, уже появилось, да? Дальше, что мы делаем? Вот у нас Япония, поэтому напишем... Так, секундочку. Япония. Япония. Вот она, Япония. Сохранить. Окей, вот у нас появилась Япония. Нажимаем включить. Рядом VPN появился. Видите, да? Все, ребят, больше ничего нам не нужно. Теперь мы как будто бы находимся в Японии. Соответственно, можем спокойно зайти в наш инстаграм, любимый. Пожалуйста. Заходим, само собой, в инстаграм, сразу в аккаунт Lucky Life. Смотрим, что там новенького появилось. Какие у нас новости. Пожалуйста, у нас есть новое видео на YouTube. Здесь у нас цельная информация для медицинской страховки в Турцию. Как видите, все работает. Второй вариант. Второй вариант. Это у нас, значит, скачать конфигурацию. То же самое мы можем все это сделать через телефон. Вот. Также у нас, значит, заходим в Fine VPN. Получить услугу. Теперь мы выберем какую-то другую страну. Допустим, чтобы мне зайти в Сбербанк и Росбанк, мне потребуется Российская Федерация. Поэтому я нажимаю на Russian Federation. Приходится немножко подождать. Что-то загружается. Вот, 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 все полетело, полетело. Окей, нам нужна конфигурация. Вот она у нас, конфигурация. Нажимаем сохранить, сохранить файлы. 544-540. Сохраняем файлы. 544-540. Готово. Переходим в наш WireGuard. Нажимаем на плюсик. Создать из файла или из архива. 544-540. Вот этот файл. Все. Он у нас появился. И теперь я как будто бы нахожусь в Российской Федерации. Все, ребятки, VPN работает. Теперь можно заходить в свой Сбербанк личный кабинет. И пользоваться всеми благами VPN серверов. В общем, надеюсь, данное видео было вам полезно. Как видите, все очень легко. Все очень просто. То же самое вы можете сделать, чтобы установить его себе на портативный компьютер. В общем, надеюсь, это было вам видео полезно. Ставьте лайки, колокольчики, подписчики. Я вас люблю и надеюсь, вы меня тоже когда-нибудь полюбите. Всех благ. Чао.